Большая привилегия и большой бонус, что данная выставка начинается непосредственно с нашего города. В разных местах она побывает. И огромное спасибо всем участникам, огромное спасибо фонду, который в этом участвует, в этом мероприятии. И мы всегда ждем у нас в гости, и мы надеемся, что это будет некая традиция, когда старт будет начинаться непосредственно с города Сестровецка. Забота о животных, занесенных в Красную книгу, двигала организаторами выставки под названием «Огонек добра». В Сестровецком филиале Дома культуры известные митьки выставили свои работы наравне с детскими рисунками. Все получилось просто как экспромт. Просто наши любимые друзья Митя Шагина и все его друзья, они для нашего Сестровецка стали просто родными людьми. И поэтому этот проект начался именно здесь. Эта выставка, у нее очень долгая будет история. Они будут путешествовать по всем небольшим городам Ленобласти и, может быть, даже по России и обрастать материалами, скажем так. То есть дети будут рисовать рисунки, и она будет дополняться, дополняться новыми экспонатами. Судя по экспозиции, нетрудно представить, что обе категории творцов, взрослые художники и дети, они вдохновлялись именно животным миром. Детям важно вообще знать о животных, не только которые в красной книге, потому что, например, мы тут вот живем, тут дома, мы не очень-то видим этих животных. Они же рядом с нами, просто отойти чуть-чуть подальше в лес, например, да, и там вот могут встретиться эти животные. Надо их не бояться, надо изучать этих животных. И даже то, что вот дети, видите, сколько они нарисовали животные, занесенные в красную книгу, они могут их оберегать, чтобы сохранять. Вырастут будут сохранять, чтобы животные эти не вымирали, то есть как бы популяция животных. Вот, а еще хочу добавить по поводу животных. Вот мы с детьми рисовали дельфинов. Вроде какое-то отношение имеют дельфины в Ленинградской области. Но когда мы сделали вот эту, такая была выставка, все, в прошлом году, приплыли дельфины. Понимаете, они чувствуют, животные чувствуют, что про них думают и рисуют. И вот я специально рисовал картину, дельфин приплыл в Финский залив. Он недалеко, здесь вот была семья дельфинов приплыл. Так что вот все вроде чудо, а вот происходит. Удивительные и порой отчасти экстравагантные работы известных скульпторов и художников соседствовали с трогательными рисунками детей, которые животных видят по-своему. Они все рисуют очень непосредственно, ярко, очень, я бы сказал, не боясь этой бумаги и красок карандашей. У них получается свободно, легко и все дети хорошо рисуют. Я не встречал, чтобы были какие-то неудачные работы, потому что я через нас много проходил работы про животных. Я очень рад всем детям, просто классно. Особенно такие вот еще не подростки. Потом они начинают пытаться рисовать похоже, уже это сложнее. А вот такой взгляд детский удивительный. Вот есть чего поучиться взрослым. Кроме самой выставки были и развлечения для детей. Дмитрий Шагин провел небольшой мастер-класс по рисованию. А у входа в Дом культуры ребят катали на ослике. Давай. Поехали. Давай. Поехали. Держись. Смотри вперед. Вы еще успеете насладиться совместным творчеством медьков и детей, если поспешите в Дом культуры. Выставка продлится до 29 октября. Проехали. Да.